Субтитры подогнал «Симон» Джамаат селения Дылым и приезжие гости. Не хочу хвалить вас в лицо. Я говорю не для того, чтобы вы возгордились, ведь говорят, если будешь благодарен за блага, то Всевышний приумножит их. Я говорю не для того, чтобы вы возгордились, а для того, чтобы вы воздали шукру, были благодарны ему. Такого джамаата, как у вас, я скажу, в Дагестане сегодня нет. Да продлит Аллах вам этот баракат, да имама Махди. Аминь. Чтобы дать оценку этой мечети, я думаю, ее можно назвать необъемлемой взором. Мечеть в Хасаверте, которую построил Исуп из Артуха, тоже большая. Не знаю, какая из этих двух мечетей больше. Думаю, можно так сказать. Не то, что в Дагестане, даже в России нет мечети больше этих двух. Да сделает вам ее Аллах баракатный, пусть с ней будет милость Аллаха. И дай Аллах вам помощи, поклонениям и религии, ее оживить и украсить. Я особенно вам делаю дуа. Правда, иногда в спешке и забываю. Всех, конечно, невозможно охватить в общей молитве. Даже в них я молю Аллаха, чтобы до имама Махди вы постоянствовали в этом баракате. Пусть Всевышний оставит вас в таком состоянии. Теперь, это, конечно, не ново, в книгах тоже об этом написано. Многое мы и слышали о строительстве мечети. В судный день, говорят, Аллах обращается к народу. Вставайте, мои соседи. Все смотрят друг на друга и говорят, «О, Господь, разве у тебя могут быть соседи?» «Да, конечно, у меня тоже бывают соседи». И потом обращается к ним, «Вставайте те, кто строил мечети». Они встают. Им повелевают, чтобы они шли в рай. Их отправляют в рай без допроса. Тех, кто строил мечеть, даже если он один. Вот у вашего джамаата, включая детей и женщин, думаю, нет никого, кто чем-нибудь не помог. Пусть Аллах эту мечеть сделает причиной того, чтобы вас отправили в рай одним повелением и дети. Еще, как мы знаем, в джамаате люди бывают разных степеней и уровней. Все же не одинаковы. Так же, как и здесь, на этом свете, там тоже люди бывают разные, с разными достоинствами и макамами. Вот один джамаат подходит к мосту Сират. Это те, кто отправлен в рай. И когда они приблизятся к Сирату, их охватит страх. Дальше они идти не смогут, будут столпившись ждать. Тут придет ангел Джабраил, алей-салам, и скажет, «Чего вы ждете? Почему не переправляетесь?» Они ответят, «В Аллах, мы боимся». Их спросят, «Когда вы были на земле, как вы плавали по морю?» «На кораблях», — ответят те. Он отходит куда-то, а возвращаясь, тянет за собой мечеть, как мы тащим телегу. «Вот, заходите сюда и переправляйтесь». Они забираются в мечеть и переходят через Сират. Дай Аллах, чтобы и ваш джамаат подобным образом перешел мост Сират. Теперь, хотя об этом было сказано, получается, что повторяюсь, когда в 99-м году бандиты со стороны Чечни напали на нас, ваххабиты были разоблачены. То, что не является истиной, не останется неразоблаченным. Тем, что напали на нас, они сами себя разоблачили. Это нападение послужило причиной их самоуничтожения. Какую пользу они от этого получили, я тоже не знаю. Аллах своей милостью нас уберег. Сначала они дошли до Ансалты. Об этом рассказали многие люди, не один человек. То, что рассказывает множество людей, бывает истиной. Мне тоже говорили разные люди. Они дошли до Ансалты во время утреннего намаза. И, услышав там азан, призыв на молитву, араб, находившийся среди них, один он был или несколько, я не знаю, удивился. Что это такое? Здесь же звучит азан. Куда вы меня привели? Их же позвали якобы на Газавад против Мушрекинов. Он, естественно, отказался идти, стал сопротивляться. Но если он вернется обратно, он же расскажет своим обо всем, что здесь все не так, как их хотели убедить. И как же теперь отпустить его обратно? Взяли и убили его. Один он был, или их было десять? Разве так к исламу призывают? Второе. Один человек из Буйнакска мне рассказал, что ему кто-то очень сильно хвалил ваххабитов. Это было в то время, когда происходили все эти события. И тот, кто мне рассказывает, спросил того, «Брат, насколько ты хвалишь этих ваххабитов? Что же ты такого увидел в них?» Он отвечает, «В Аллахе у меня был сын, не совершающий намаз. Они заставили его совершать намаз. Как же они заставили его совершать намаз? Что они с ним сделали?» Спрашивает его. Тот говорит, «Они пригрозили натравить на него овчарку, если он не будет совершать намаз. Напугали его, и он был вынужден согласиться с ними. Вот так и совершает намаз». Разве это да'ват? Разве так призывал к исламу пророк ср. лавлаху алейхи ассаламу? Пророк алейхи ассаламу и последующие халифы завещали тем, кто шел на Газават в дальние города, чтобы они не трогали стариков, детей и женщин, не трогали имущество и не вырубали деревья. Вот так должен идти да'ват. А такие неразумные, невежественные дела их же разоблачают. Все это прошло, хвала Аллаху. Но и теперь, братья, снова те, кто нас не любит, те же невежды, несовершенные умом заблудшие люди, хотят устроить у нас то же самое. И вы это знаете. Они ищут это. И что же в таком случае остается нам? Самый большой наш недостаток – это наше невежество, наше непонимание ислама. Ну и что, что рассказываем? Да даже говорить не умею. Как сказал Абдул-Гафури Мухаммад, «Если я продаю спиртное или занимаюсь ростовщичеством риба и на эти деньги поеду в хадж, то другой невежественный джахиль скажет, смотрите, разве ислам такой? Разве можно продавать алкоголь, давать деньги под проценты, а потом ехать в хадж? Разве этому учит ислам? У него же есть повод так говорить. Это же истина. Точно так же и многое другое. Все беды по причине нашей же невежественности. Но тем не менее, что нам сегодня необходимо в первую очередь? Признаться честно, сегодня в Дагестане очень опасное положение. Это вы тоже знаете. Все опираются на силу, деньги или на что-то еще. Но знаете, хозяин всего – Аллах. И без его решения на земле ничего не произойдет. И все же многое зависит и от нас. Аллах посылает на нас беды только после того, как мы начинаем грешить, становимся хуже и не принимается наше покаяние. Нам, дагестанцам, нужны две вещи. Во-первых, таубу – истинное покаяние. Во-вторых, сабру – терпение. Аллах призывает нас к терпению, испытывает нас, проверяет наше терпение, проводит экзамен. Таубу надо делать как положено, от чистого сердца. Кто пьет, развратничает, в том числе и женщины, все должны покаяться истинным покаянием. Ведь Всевышний говорит, таких аятов, призывающих нас к покаянию, в Коране много. Нас призывают – «Вы кайтесь, а я приму покаяние». Есть ли большая милость, чем это? Дай Аллах нам помощи, чтобы покаяться, и дай Аллах нам терпение. Еще я вижу, среди нас, среди нашего народа очень сильно распространилось насилие друг над другом. Вот чего я боюсь больше всего. Нельзя совершать насилие даже над мухой или комаром, без причины. Как можно совершать насилие над Созданием Всевышнего? Это приводит нас в огонь. По-моему, в книге «Рохуль Баян» я читал, что один иудей, совершая путешествие, тянул за собой ишака, а на ишаке сидела его жена. Ишак этот, естественно, был откормленный, сильный, но как в наше время заботиться об автомобилях, ведь это же его транспорт. И шел он через какое-то селение мусульман. Вы, наверное, тоже читали об этом. Не знаю, кто это сделал, то ли дети, то ли какие-то негодяи, так вот они взяли и отрезали ишаку хвост. Естественно, осел этого не стерпел и начал прыгать и скакать. Жена иудея упала с осла, и он растоптал ее. Она к тому же была беременна, случился выкидыш и ногу сломала в придачу. И что теперь делать ему, путнику, совершающему путешествие? Какая разница, кем он является, иудеем или кем угодно? Он человек, такой же, как и мы. Он приходит к местному кадию, суде, имаму, объясняет ему, вот что мы сделали. А тот кадий был подлый, не имеющий веры человек. Он поиздевался над ним и никакого решения по этому поводу не принял. Он сказал, оставьте осла, пока не отрастет у него хвост, и женщину тоже оставьте. Так омерзительно он поступил. И что же этому человеку делать? Кому пойти? Он обращается к Создателю и просит его, «Я Аллах!» Ведь он тоже знает Господа, пусть он иудей. Он сказал, «Я Аллах! Ты видишь то насилие, что совершилось надо мной, без причины и вины. Накажи их, Господи!» И тут же судья, который издевался над ним, превратился в камень. Так в книге написано. Поэтому незачем имена называть, но насилие между нами существует. Даже среди милиционеров рассказывают большая несправедливость. Так мы слышим. Это вообще недопустимо. Видите, что сегодня происходит? Что с ними делается? Аллах не терпит насилия. Пророк Мусу, алейхиссалам, говорит Аллаху, просит его, «О Аллах, покажи мне, как ты устанавливаешь справедливость на земле». «Ты пойди к тому месту», отвечает ему Аллах, указывая, какое это место. «Видимо, это было каким-то селом. Там есть родник под деревом. Иди туда и наблюдай со стороны. И ты увидишь, что произойдет». Он пошел туда и стал ждать. Через некоторое время к роднику пришел маленький мальчик. Выпил воды. Аллах, нет. Приходит туда всадник на коне. Весь такой видный из себя, здоровый мужчина. Он слез с коня, выпил воды. В руках у него был мешок с тысячей дирхамов. Он поставил его рядом с собой, выпил воды, встал и ушел, позабыв мешок. Когда всадник отъехал подальше от этого места, он вспомнил о мешке и решил вернуться. И как только он отъехал, туда к роднику пришел один мальчик. Он нашел этот мешок, сразу же забрал его и ушел оттуда, выпив воды. Сразу после этого, как только он исчез из виду, к роднику пришел один слепой человек. Сидит он себе спокойно, воду пьет, умывается. И в это время тот самый всадник, вспомнивший о мешке, возвращается сюда к роднику. Он находит здесь этого слепого и говорит ему, верни мои деньги, которые я здесь оставил. Что за деньги? Я ничего не находил здесь. Как не находил? Куда они могли деться? Ведь кроме тебя сюда никто не приходил. А ребенок уже исчез из виду. Он его не видел. Я слепой человек. Как я могу увидеть твои деньги? Как я могу их взять? Отпирается тот. Ведь и в самом деле он их не брал. Тот всадник убивает этого человека и уходит. Он убил этого слепого человека. И тогда Муса, алейхиссалам, обратился к Господу. О, Аллах, объясни, в чем же дело? В чем мудрость? В чем же Муса может быть мудрость? Тот самый всадник удержал тысячу дирхамов у отца этого мальчика. Отец его умер, а мальчик остался сиротой. А я вернул ему его же имущество, имущество отца, удержанное тем человеком. А кто же тот слепой? А слепой когда-то убил отца этого всадника. Он был врагом, кровником этого всадника. И я отдал ему для возмездия его врага. Так я вершу свои дела. Аллах не оставляет насилие без возмездия. И поэтому дай Аллах помощи всем. Что еще вам рассказать, мои друзья? Других тем у меня не бывает. Ничего другого. Пусть Аллах сделает этот наступающий месяц Рамазан чистым от всяких войн и конфликтов. Да сделает он его благодатным, прекрасным и милостивым. Дай Аллах провести его красиво, не лишаясь никого. Когда наш пророк, алей салату ассалам, ушел из жизни, народ был в смятении. Все будто ума лишились, не зная, как перенести то, что случилось. Тогда Абу Бакар, да будет доволен им Аллах, встал и сказал, «Вы знаете это, но повторю, чтобы вы вспомнили. Вспоминании бывает обновление». Так вот, он встал и говорит, «Если кто из вас поклонялся Мухаммаду, то он умер, нет его. А кто поклонялся Аллаху, то он жив». Тогда они успокоились. Если что-то случилось, кто-то умер, мы не должны из-за этого терять сабру. Нам нужно сохранять спокойствие и проявлять терпение. Наши ребята, которые стали шахидами, мы не должны о них жалеть. Мы можем только позавидовать им, они являются шахидами. Единственная польза от этой жизни, проведите здесь тысячу лет или всего 25-30, в том, чтобы в предсмертный миг оказаться в вере, оказаться на истинном пути. Что еще желать тому, кто в последний момент жизни оказался в вере? Разве не должны мы завидовать тем, кто стал шахидом от рук этих разбойников? И поэтому, братья, истинный мусульманин, даже если все умрут и останется он один, единственный мусульманин, он не даст этим ваххабитам слова, иншаллах. Сегодня Аллах помог, привел меня сюда. Огромное счастье для меня сегодня видеть вас и ваш мадждис. Я Аллах. Это ваше подрастающее поколение пусть останется таким же, и да не уменьшится баракад до появления Махди. Аминь. Тот иудей, о котором мы рассказывали. Вы можете подумать, разве у иудея тоже Аллах принимает дуа? Для принятия дуа есть условия. Несколько условий, не так ли? Говорят, есть два обстоятельства, при которых Аллах принимает дуа даже при отсутствии условий. Из них один – случай с тем самым неверующим. Например, если неверующий попросится в рай, то эта просьба не принимается. То есть, если он попросит для себя. А его дуа для другого Аллах принимает, даже если условий отсутствуют. Дуа принимается, если он мустаррун, в безвыходном положении, в отчаянии. Будучи в таком положении, он действительно понял, что не к кому больше обратиться. И в отчаянии обращается к Аллаху. Вот я перед тобой, Аллах. Если кто попросит, будучи в положении мустаррун, то есть в безысходном положении, Аллах принимает дуа этого человека, невзирая на условия. И вот так, даже если дуа для себя у него не принимается, на его просьбу за другого это не распространяется. И поэтому из-за дуа Иудея тот человек превратился в камень. Упаси нас, Аллах, от насилия. Это очень плохая вещь. Там, на третьем этаже, какую работу надо сделать? Штукатурить, пол. Сколько человек там помещается? Там около 800-900 человек поместится. Это очень хорошо, что с запасом. То, что один раз сделано, вот в Буйнакске, сколько расширяли? Даже сегодня в нашем селении, если все, кто обязан совершать пятничный намаз, придут, нужна будет еще такая же мечеть. Как раз такая же мечеть. Хотя бы такая, иначе вообще нельзя. Пока не приходят, этого хватает. Но с каждым днем приходит все больше людей. Поэтому, друг, это ваше самое большое везение. Тому, кто заложил фундамент этой мечети, надо вручить орден. Обычно многие, кто закладывает фундамент, уменьшают, не увеличивают его. Очень хорошо сделали, что увеличили мечеть. Вот и третий этаж в запасе. Когда строилась наша мечеть в Черкее и закладывали фундамент для нее, хотели заложить меньше наполовину. Джамаат, вы что? Расширяйте. Насколько возможно расширяйте, говорю я. Некоторые не соглашались. Как так было бы? Моими устами обрела она эту площадь. Упрямо хотели построить ее наполовину меньше той, что есть. Если бы это произошло, надо было бы заново строить большую мечеть. Вот такие дела. Пусть Аллах сделает баракатным. Для мусульманина, для муэмина, вы, наверное, тоже нашли это в книге Абдулхамиды Афанди. Если произнести один салат уль-фатиха и отправить душе умершего, то этот человек то ли на 80, то ли на 40 дней избавляется от кары. А если дать вознаграждение трех салат уль-фатиха, то этому человеку мук не видать вообще. Вы не сомневайтесь в этом, поскольку в этом проявляется всемогущество Аллаха. Если бы это было в наших руках, мы бы сказали, разве такое бывает из-за трех салаватов? Милость и милосердие Аллаха очень широки. Он очень милостив крабам. В этом вы не сомневайтесь. Один салават то ли на 40, то ли на 80 дней освобождает его от муэ. Если дать три салавата, ему мук вообще не видать. Разве это маленькая вещь? Я за тебя тоже прочту, если услышу, что ты умер. И ты прочти за меня. Наша встреча подошла к концу. Пусть Аллах, так же, как и сегодня, благодаря своей милости, не нашему поклонению и не нашей способности и усердию, соберет нас на Махшаре. Есть надежда. Надеюсь на Аллаха. Потому что человек будет с тем, кого он любит. Мы являемся теми, кто любит тех шейхов, цепочки Нахшумания и Шазилия, начиная от пророка, алей салату салам, и до нас. И нет в умоте людей достойнее их. Если бы мы не любили их, разве мы пришли бы в этот тарикат? На основании этого мы можем надеяться, инша Аллах, что мы будем с ними. Дай нам Аллах это.